А ужо всем влетит на орехи! Русское молчаливое слово, исходя от человека, при человеке и остаётся, не ради другого или самого себя, но ради человека – к Богу. Основатель антропософского общества, религиозный философ и знаток гётеанства, деятель крупный, многосторонний, неутомимый, находчивый, практический, с культурно-общественным весом, Рудольф Штейнер поделился своим знанием с Андреем Белым. И прежде всего знанием того, что хочет сам Герр Бугайев – изменить мир не больше и не меньше, чем заклясть хаос, открыть человеку его скрытое ангельство, дать ему крылья высокой любви. Так, истинно так, – соглашался Борис Николаевич. Интересно ведь, сознание о том, что я, я, пришло мне в жару, и я побоялся, как бы, что я погаснет. Может быть, это явление физиологического страха смерти? Может быть, это сама борьба со смертью в обессиленном организме моём? Немного позднее, уже выздоравливающей, переживаю ясно память о бреде, как ощущение, что чудом спасся от дикой погони, пробегая лабиринтами снов, рисовавших какую-то иную действительность с иными причинными связями. Вот почему стихотворение Гёте «Лесной царь», которое мне было рано прочитано, произвело на меня такое потрясающее впечатление. Я точно вспомнил погоню, которая и за мною была. Гналась смерть, ведь ребёнок, которого лесной царь зовёт, бредит. Андрей Белый на рубеже двух столетий. Ловец душ, доктор Штейнер, обладал незаурядными гипнотическими способностями. Не подавляя сознание, он вводил людей в транс. Его учение ставило ту же, что и творческое усилие Белого, задачу преображения человеческого существа, выявления трансцендентальной сущности, привести мир на новую ступень эволюции, посредством медитации вызывая в себе особое состояние, превращающее человека в цельную сознательную часть космоса, к этой цели призвал русского символиста немецкий философ. «Идите с нами, Гер Бугаев, и не спрашивайте, а действуйте!» – приглашение распространялось и на его жену Асю Тургеневу. Под окном. Взор убегает вдаль весной, Лазоревые там высоты, Но критики передо мной – их кожаные переплёты. Вдали иного бытия Звёздоочистые убранства, И вздрогнув, вспоминаю я Об олезорности пространства. 1908. Москва. Последующие годы супруги, как привязанные, колесили за сердцеведом и знатоком сверхчеловеческой мудрости Во всей Европе. От мистерии к мистерии, с одной лекции На другую, и всё глубже увязали В его идеях и воплощениях. Ася осталась со Штейнером На строительстве гигантского антропософского храма «Дётеану» на острове детей в Дорныхе. Истовый, упоённый труд создания метражей большого зала был проникнут молитвенным экстазом. И Ася не захотела покидать безусловно искреннего, выдающегося вдохновителя и вождя одного из важнейших духовных движений старого и нового света. В тот день, когда мертвенно-схолостичный, плаксивый, бездарный писатель, извратитель Канта, Коперника, Гегеля, Платона и Дёте, не стоящий споров, он же оккультный учитель Штейнер, прогнал Бориса Бугаева из своего гнезда в предгорье швейцарских Альп. В отзыве на записке об этом строительстве непримиримый оппонент его из цеха акминистов недоумевал. Что за безвкусная, нелепая идея строить храм всемирной мудрости на таком неподходящем месте. Со всех сторон швейцары, пансионы и отели люди живут на чеке и поправляют здоровье. Самое благополучное место в мире. Чистенький, нейтральный кусочек земли и в то же время в сытом своем международном благополучии самый нечистый угол Европы. И на этом-то месте среди фамильных пансионов и санаторий строится какая-то новая София. Ведь нужно было потерять всякое чутьё значительности, всякий такт, всякое чувство истории, чтобы додуматься до такой нелепицы. Осип Мандельштам Андрей Белый Записки Чудака Аси Едва яснеют огоньки. Мутнеют склоны, долы, дали, Висят далёкие дынки, как безглагольные печали. Из синей тьмы летит порыв, полы не плещут при дороге, На тучах глыбах грозовых летучи плещут огнероги. Невыразимые нежней, неотразимые упорни, Невыразимы беги дней, неотразимы смерти корни. В горючей радости ночей Ключи её упорней бьются, Кипучей сладости очей Мерцанин Марио метутся. Благословенный жизни ток Истылость смерти непреложной И зеленеющий листок И ветхий кори придорожный. Июнь 1916-го. Дорнах. В новогоднюю ночь 1923-го Гётеанум сгорел. В нить событий вплетено небытиё. Андрей Белый, я. Не смерть, но именно небытие. И задача при жизни не угодить в этот провал, В котором меркнет даже самопогибель. После расставания в Дорнахе в 1916-м и объяснения в Берлине в 1922-м Ася Тургенева выпала из жизни поэта навеки. «Уже шестнадцати лет я поняла, – заметила Марина Цветаева, – что внушать стихи больше, чем писать стихи, больше дар Божий, большая богоизбранность, что не будь в мире ась, – не было бы в мире поэм». Марина Цветаева Пленный Дух Бедные, бедные! – задумался Пётр. Уже весь сон Запада прошёл перед ним, и уже сон отошёл. Он думал. Многое множество слов, звуков, знаков выбросил Запад на удивление миру. Но те слова, те звуки, те знаки, будто оборотней, выдыхаясь, влекут за собой людей. А куда? Русское же, молчаливое слово, от тебя исходя, при тебе и остаётся. И молитва – то слово, как выплеснутая в воздух золотого чарка вина, что камушками, самоцветными брызгами горит в солнце, опадая каплями этими под ноги в грязь и тебя оставляя неутолённым, хотя бы и призывая к тебе посторонних людей минутно полюбоваться дождю золотых капель. Так вот и слова, которым нас обучает Запад, свои там выплескивают наружу слова, книги, во всякую премудрость и науку. Оттого-то вот там и сказуемые слова, и сказанный склад жизни. Вот что такое Запад. Но ведь не слово душа. Грустит она о несказуемом, она о несказанном томится. И не то в России. Полевые люди, лесные, слова не рядятся и складом жизни не радуют взора. Слово их, что не есть сквернословие. Жизни склад пьяный, бранчливый, неряшество, голод, немота, тьма. А ты смекай. Духовное венцо на столе это перед каждым, и каждый слов несказанных и чувств несказуемых, то венцо про себя выпивает. Говорит, будто заикается. Да всё о таком простом. Молчит же. Диковинное молчанье. Уста последними тебя обругают словами в то время, как тонут очи в ясной заре. Уста бронятся, а очи благословляют. Начнёт говорить, что твоё обстругает бревно. А запел вот и… Словом, далеко не по белу свету разлетелась молва о тех песнях, о русских. А кто же эти песни поёт? Кто их сложил? Тот самый сложил их мужлан, который тебя при случае по-матерному ругнёт. Жить бы в полях, умереть бы в полях, про себя самого повторяя одно духомётное слово, которое никто не знает, кроме того, кто получает то слово, а получают его в молчанье. Здесь, промеж себя, все пьют вино жизни, вино радости новой, думает Пётр. Здесь самый закат не выжимается в книгу, и здесь закат тайно. Много есть на Западе книг, много на Руси несказанных слов. Россия есть то, а что разбивается книга, распыляется знание, да и самое сжигается жизнь. В тот день, когда к России привьётся запад, всемирно его охватит пожар, сгорит всё, что может сгореть, потому что только из пепельной смерти вылетит райская душенька, жар-птица. Андрей Белый, Серебряный голубь Великамы Поздно уж, милая, поздно, усни, это обман. Может быть, выпадут лучшие дни? Мы не увидели их. Поздно, усни, это обман. Ветер холодный призывно шумит, холодно нам, кто-то огромный в тумане бежит. Тихо смеётся, рукою мани, кто это там? Сел за рекою седой бородой, нам закивал и запахнулся в туман голубой. Ах, это верно, был призрак ночной, вот он пропал. Сонные волны бегут на реке, месяц встаёт, ветер холодный шумит в тростнике, кто-то бездобный поёт вдалеке, сон поёт. Всё это вредни, мы в поле одни, Влажный туман нас, как младенцев, укроют в тени. Поздно уж, милая, поздно, усни, это обман. Март 1901. Москва Те самые мужланы, которые при случае по-матерному ругнут, убивают главного героя Серебряного голубя, убивают поэта Петра Дарьяльского, жутко, безобразно, всем скопом. Прототипом его был Сергей Михайлович Соловьёв. И даже молитвы Катерины Васильевны, невесты Дарьяльского, не спасают его. Не прошло и десяти лет такие же мужланы штыками добили царскую фамилию, а в 1931-м арестовали Сергея Михайловича Соловьёва, русского католика восточного обряда. В ходе следствия друг детства и юности психически заболел и умер в 1942-м в госпитале для душевнобольных в эвакуации в Казань. Много есть на западе книг, много на Руси несказанных слов. Скажем, что немало и людей разных, и те, что ругнут и убьют, с погромом нагрянут – это тени, призраки, совсем другие люди, чем те, кто знает молчаливое, несказанное слово. И одной гребёнкой чесать их не след, под одно общее понятие народа подгонять тем более – тут Пётр Маху дал, перепутал. Есть народ, народец, народишка, но есть и вырод, выродок, выродишка. И никакого единства между этими противоречиями нет и быть не может, только борьба. Либо народ, пусть даже захудал и народишка, либо вырод, выродишка, либо песенный сказитель с молитвенным словом в душе, либо тень, подобие человеческое, имитация. И тогда сквернословь и не сквернословь – это ровным счётом ничего не решает. Пётр думает, что ушёл от нас навсегда, но тут не измена, не бегство, а страшный, давящий его гипноз. Он вышел из круга помощи. И враги пока торжествуют над ним, как торжествует враг, глумится над Родиной нашей. Тысячи жертв без вины, а виновники всего ещё скрыты. И никто не знает из простых смертных, кто же истинные виновники всех происходящих нелепиц. Примиритесь, Катерина Васильевна, не приходите в отчаяние. Всё, что не есть тёмного, нападает теперь на Петра. Но Пётр может ещё победить, ему следует в себе победить себя, отказаться от личного творчества жизни. Он должен переоценить своё отношение к миру. И призраки, принявшие для него плоть и кровь людей, пропадут. Верьте мне, только великие и сильные души подвержены такому искусству. Только гиганты обрываются так, как Пётр. Он не принял руку протянутой помощи. Он хотел сам до всего дойти. Повесть его и нелепа, и безобразна. Точно она рассказана врагом, издевающимся над всем светлым будущим Родины нашей. Пока же молитесь, молитесь за Петра. Андрей Белый, Серебряный, Голод. Великан Сергею Михайловичу Соловьёву Бедные дети устали, сладко заснули. Сонные топали вдали, горько вздохнули. Мучим мы вечным обманом, скучным и бедным. Ветер занёс их туманом, Мертвенном бледным. Там великан одинокий, Низко согнувшись, шествовал к цели далёкой, Плач запахнувшись. Как он, блуждая, смеялся В эти минуты! Как его плач развевался Ветром надутый! Тополи горько вздохнули, Абрис могучий, вдруг набежав, затянули Бледные тучи. Есть мнение, что личность Андрея Белого Значительнее всего его творчества. Для символиста, который каждый день жизни Рассматривал как предмет личного творчества, Трудно подыскать более высокую оценку. Стать легендой, огненным ангелом, Фигурой мистической, изначальной, Заработать репутацию гения и пророка, В высшей степени похвально для декадента, Желающего покончить с декадентством. И хотя в литературе Андрей Белый Не достиг вершин своих великих современников, Но именно в его произведениях Могучим Абрисом проступают темы И образы символизма Александра Блока. Узнаются интонации ариеток и романцев Александра Вертинского. Вырисовывается лесен Костров Владимира Маяковского и Анатолия Мариингофа, Сплетаемые в целое мировоззрение, Разъятые рубежом веков И социальными потрясениями трех революций. Разрабатываются приемы повествования И словообразования, Используемые позднее Не помнящими родства советскими литераторами. Ничего одиноче его вечной обступленности, Обсмотренности, Обслушенности я не знала. На него смотрели… Вернее, его смотрели как спектакль сразу, После занавеса бросая его одного, Как огромный императорский театр, Где остаются одни мыши. А смотреть было на что. Всякая земля под его ногой Установилась теннисной площадкой, Ракеткой, ладонью. Земля его как будто отдавала Туда, откуда бросили, А то опять возвращала. Просто им небо и земля Играли в мяч. Мы смотрели… Марина Цветаева Пленный дух Великан Средь туманного дня, Созерцая минувшие грёзы, Близ речного ручья Великан отдыхал у берёзы. Над печальной страной Протянулись ненастные тучи, Бесприютной головой Он прижался к берёзы плакучи. Горевал Исполин. На челе были складки кручины. Он кричал, что один, Что он стар, Что не мои годины надоели. Ему лишь заслышат громовые речи, Точно, встретив чуму, Все бегут и дрожат После встречи. Он почтенный старик, А ещё не видал тёплой ласки. Ах, он только велик! Ах, он видит туманные сказки! Облака разнесли Этот жалобный крик великана. Говорили вдали, Это ветер шумит средь тумана. Проходили века, Разражались ненастные грозы. На щеках старика Заплестали Алмазные слёзы. В тот вечер, Когда телефонная связь Принесла в Москву известие Об убийстве Григория Распутина, Крёстный отец романов Андрея Белого, Историк и литературовед Гершинзон, Привёл поэта Ходосевича К философу Бердяеву Обсудить последние события. Был декабрь 1916 года. Там, после долгой разлуки, Ходосевич увидел Бориса Бугаяна, Вызванного в Россию Для проверки своего отношения К воинской поведности. Он был без жены, Которую оставил в Дорныхе. С первого взгляда я понял, Что ни о каком его успокоении Нечего говорить. Физически огрубелый, С мозолистыми руками, Он был в состоянии крайнего возбуждения. Говорил мало, но глаза, Оставшие из синих бледно-голубыми, То бегали, то останавливались В каком-то ужасе. Облысевшее темя С пучками полуседых волос Казалось не медным шаром, Который заряжен миллионами вольт Электричества. Потом он приходил ко мне Рассказывать о каких-то шпионах, провокаторах, Тёмных личностях, Преследовавших его и в Дорныхе, И во время переезда в Россию. За ним подглядывали, Его выслеживали, Его хотели сгубить в прямом смысле, И ещё в каких-то смыслах иных. Эта тема, в сущности, Граничащая с манией преследования, Была ему всегда близка. По моему глубокому убеждению, Возникла она ещё в детстве, Когда казалось ему, что какие-то тёмные силы Хотят его погубить, Толкая на преступления против отца. Чудовищ, которые были И подстрекателями, И риниями потенциального Отцаубийства, Белый на самом деле носил в себе, Но инстинкт самосохранения Заставил его отыскивать их Вовне, Чтобы на них сваливать вину За свои самые тёмные помыслы, Вожделения и импульсы. Владислав Ходосевич Андрей Глебов Велика Потянуло грозой, Горизон затянулся, И над знойной страной Его плащ растянулся. Полетели клубяз, Грозно вздутые скалы, Замелькал нам искряз Из-за тучи платок его алый. Вот плеснул из ведра, Грозно ухнув на нас Для потехи, Затопить вас пора, А ужов всем влетит на орехи. Вот нога его грозным столбом Где-то близко от нас опустилась, И потом Вновь лазурь просветилась. «До свиданья!» – кричал, «Мы увидимся летними днями!» По глубину побежал, Нам махнув свои шляпы С полями. Итак, Его отверг доктор Штейнер, Затем Ася. И это было неизбежно, Как убийство Распутина, Февральская революция Или Октябрьский переворот. После четырехлетнего отсутствия Москва 1916 года поразила поэта Картины развала, Пляской над бездной. Там стояли тюками дома, В каждом скользкие жизни Себя запечатали насморь. Москва – склад тюков, Свалень грузов, И кто их протащил? Да, время! И время верблюд многогорбый, Молочило, Но он и с ним мог И упал на передние ноги, Тюки эти рушить. За домом обрушится дом, И Москва станет стаей развален. Когда? А скорей! Андрей Белый – московский чудак. Есть ли еще все, что и здесь? Москва – не мираж? Под ней вырыта яма, Губерния держится на скорлупе, Грузы зданий проломят ее. Андрей Белый – маски. Великан! В час зари на небосклоне, Скрывший лик хитоном белым, Он стоит в своей короне, Замком грозно-онемелым. Солнце сядет, все притихнет, Он пойдет на нас сердито, Ветром дунет, гневом вспыхнет, Сетью проволок повитый Изумрудно-золотистых, Фиолетово-пурпурных, И верхи дугов ветвистых Зашумят в движениях бурных. Не успев нас сжечь огнями, Оглушить громовым ревом, Разорвется облаками В небе темно-бирюзовом. 1902. С отрешенностью титана Поэт силился смотреть на изменения, Происходящие в пространстве и времени. Для него не было таких условий. Мы рушимся! Рруруруру! Эта скорая помощь проехала! Поздно спасать! Да и нечего! Все развалилось! развалилась Андрей Белый в маске. Его проза совсем не проза, Она поэма в стихах, а напись, Она напечатана прозой лишь для экономии места. Его строчки слагались на прогулках, в лесах, Они записывались за писанным столом. Он учился словесной орнаментике у Гоголя, Ритму у Ницше, драматическим приёмам у Шекспира, Жесту у Пантомины, Музыка, которую слушала Внутреннее ухо, Шуман. Правде же у натуры самих впечатлений От Москвы 1916 года. Андрей Белый в маске Непосредственное вмешательство в действительные события Могло быть только творческим, мистическим преображением Бытия, космическим переустройством мира. Действительность оказывалась символом, символ действительности. Закаты и зори можно было вдохновенно читать, Природное явление буквально становилось текстом. Текстуальная реальность, древнейшие слои человеческой культуры, подложка всего явленного в мире, казалось, Могла быть преобразована творческой личностью, великаном, Гололобым титаном, которому доступны взлёты мистического озарения. Разве в такие минуты о чём-либо думают? Такие минуты считают пролетающих мух. В такие минуты глухо молчит души половина, которая ранена насмерть. Глухо она молчит дни, недели, года. И только после тех уже дней, недель и ушедших лет медленно начинаешь ты сознавать, что стало с погубленной души половиной. И есть ли ещё душа у того, у кого погублено полдуши. А пока ты не знаешь, умерла ли душа или то обморок, и душа тебе вновь отдаётся, но первое её к тебе благотворное возвращение дикой в тебе отзывается болью или сказывается телесной болезнью, приносящей убожество. Тебе явленная смерть? Ты забыл? А души половина. Вся-то она ещё гробовая, и, восставая от смерти, она страшному подлежит суду. Сызнова она переживает всё то, что тобой уже давно пережито, чтобы не лепицу прежних дней претворить в небесную красоту. Если же силы такой у души твоей нет, то её заражённые части загнивают бесследно. Я выбросил в день теневую ладонь, О, день переполни, О, светом одень! И пыркнула тень, и, как солнечный конь, вдруг бросил из молнии не в очи огонь. И воздух игривой улыбкой блеснул, и блещущей игривой под облако мигнул. И гул прокатился в сутулых веках, И гром громыхнул в золотых облаках. Откуда, слезяся в свой плащ световой, Над чащей склонясь золотой головой? Рукою золотой поднимался туман, Сутулый, седой, гололобый титан. 1931. Пучина После революции поэт ютился в квартире знакомых, топя печурку рукописями, голодая и простаивая в очередях. Военный коммунизм переживал в лишениях и болезнях. Покинуть страну без разрешения большевиков поэт не решался, хотя разболтал по секрету, Что собрался бежать, и добрые люди начали интересоваться, Скоро ли он бежит. Из этого он заключил, что чекисты за ним следят, и перенервничал страшно. Это судьба толстопятая тукала. Чтобы прокормить себя с матерью, Уже больною и старою, мерил Москву из конца в конец, Читал лекции в пролеткульте и в разных еще местах целыми днями просиживал в Румянцевском музее, где замерзали чернила, Исполняя бессмысленный заказ театрального отдела, Что-то о театрах в эпоху французской революции, Исписывая вороха бумаги, которые, наконец, где-то и потерял. В то же время он вел занятия в антропосовском обществе, писал записки Чудака, Книгу по философии и культуры, Книгу о Льве Толстом и другое. Владислав Ходосевич, Андрей Белый Воронка Мальстрема Москва стала яма Киркою рудокопный гном Согласных хрусты рушит в томы, Я – стилистический приём, Языковые идиомы, Я – хрустом тухнущая пещь, Пеку приём, стихи – в начинку, Давно поломанная вещь, Давно пора меня в починку, Висок – винтящая мигрень, Душа – кутящая. И что же? Я в веселящий духов день Склонён перед тобою, Боже! Андрей Белый Первое свидание Большой друг русского народа и его литературы, Интернационалист, готовый героически пожертвовать Страной ради победы мировой революции, Председатель Реф-воинсовета Молодой Советской Республики замечал. Белый заявляет, «Пустои обычной действительности для меня – ерунда. И это перед лицом народа, который истекает кровью, Чтобы передвинуть устои обычной действительности?» Ну, конечно, не больше, не меньше – ерунда. А пайка требуют, да не обычного, А для больших – полотен, пропорционального, И негодуют, что не торопятся преподнести. Казалось бы, стоит ли из-за пайкас, из-за ерунды, Омрачать христианнейшее состояние духа? Ведь он не он, а Христос в нём. Ведь в Святом Духе воскреснет. Чего же тут-то, в нашей земной ерунде-то, на печатный лист размазывать желчь по поводу недостаточности пайка? Антропосовское благочестие освобождает не только от художественного вкуса, но и от общественной стыдливости. Лев Давидович Троцкий. Литература и революция Конечно же, словотворчество Наркома по военным и морским делам, одолевшего контру на фронтах революции, не просто оскорбляло чувства верующих. Троцкий, вещатель общих дум, намеренно унижал достоинства голодающего русского поэта и литератора Андрея Белого, который покойник, и ни в каком духе он не воскреснет, как и любого другого христианина. Ну, да что только не проститься атеисту укормило народной власти до нагребни подъёма масс. Будем надеяться, что Нарком ошибался. Воскреснет и Белый, и Блок, и Гумилёв, пока есть ещё дух у этих самых народных масс, которые, впрочем, сам Лев Давидович, похоже, на дух не выносил и после тучных лет царского режима неимоверно щедро одарил большевистским пайком и стыдливостью. Весной 1921 года Андрей Белый переехал в ядовитое место – Пятно Сажи, Петроград, где литераторам, однако, жилось вольготнее. В гостинице на улице Гоголя ему дали комнату. Он, между тем, сторонился пишущей братьей и подолгу гостил в царском селе у своего друга, историка и публициста Иванова Разумника. Крупнейший новатор и реформатор стиха Андрей Белый начал писать традиционным пушкинским словом. Поэма «Первое свидание» была отмечена удивительными прозрениями. Мир рвался в опытах Фюри, атомной, лопнувшую бомбой. В поэме он вспоминал, как девятнадцатилетним студентам влюбился в жену богатого фабриканта и мецената Красавицу Морозову, и она стала для него первым воплощением вечной женственности. И всё-таки вольботнее чувствовать себя не приходилось. Петербургские улицы обладают несомненнейшим свойством, превращают в тени прохожих. Тени же петербургские улицы превращают в людей. Мир, как разбойник, вытягивал из него последнее. Христос воскрес. А из пушечного гула, сутула, просунулась спина очкастого, расслабленного интеллигента. Видна мохнатая голова, произносящая негодующие слова о значении Константинополя и проливов в дульщие пространства и в сухие трески револьверных взрывов. На мгновение водворяется странная тишина, в которую произносятся слова расслабленного интеллигента. «Жизнь давит нас. Оттого мы и давим друг друга. Жизнь-давка в пожарах», – говорит интеллигент, благородный герой трилогии Андрея Белого, Москва, профессор Коробкин. «Да, душа моя – точно мировое пространство», – сравнивает петербургский террорист. «И оттуда, из мирового пространства, я на всё и смотрю». «Все люди делятся на паразитов и рабов», – объясняет барон Павел Павлович Тотрабы-Граабы в романе «Серебряный гол». «Паразиты же делятся, в свою очередь, на волшебников или магов, убийц и хамов. Маги – это те, кто выдумал Бога, и этой выдумкой вымогают деньги. Убийцы – это военное сословие всего мира. Хамы же делятся на просто хамов, т.е. людей состоятельных, учёных хамов, т.е. профессоров, адвокатов, врачей, людей свободных профессий, и на эстетических хамов. К последним принадлежат поэты, писатели, художники и проститутки». «А ужо всем влетит на орехи», – восклицал Боренька Бугаев, прияв придуманный для него Михаилом Сергеевичем Соловьёвым псевдоним Андрей Белый. Белый верит в магию слов. Об нём позволительно сказать поэтому, что самый псевдоним его свидетельствует о его противоположности революции, ибо самая боевая эпоха революции прошла в борьбе Красного с Белым, язвил один из светочей Октября, погибший позднее от ледоруба. «Течём, как струя из сортирных пространств», – признавал уже совсем не интеллигентный персонаж Масок. Грубый «Ф» вызывал меня к своим гостям демонстрировать им идиотика и обращался ко мне с такими оскорбительными вопросами. «А скажи-ка, если тебя разрубить пополам, будет ли два бореньки или один?» Я дрожа от обиды и оскорбления, ибо знал, что вопрос «демонстрация моего идиотизма» бросал истерические на зло. «Будут нас двое!» Андрей Белый на рубеже двух столетий В августе 1921-го умер Александр Александрович Блок. В те же дни был казнён Николай Степанович Гумилёв. Да-с, страшновато. Вдруг понял. Не вато. Страшным страшно. Андрей Белый, Москва под ударом В начале сентября 1921-го, после пяти лет пребывания в революционной России, Борису Николаевичу Бугаеву наконец был выдан загранпаспорт И разрешён выезд из советского государства. Христос воскрес! От огромной скорби Господней Упадали удары из преисподней В тяжёлый старый шар, Обрушились суши и горы, Изгорбились бурей озёра, И изгорбились долы, Разламывались холмы, А души, душа за душою, Валились в глухие тьмы, Проступали в туманы, Неясные пасти чудовищной глубины, Обнажались обманы И ужасные страсти, Выбешавшего на белый свет сатаны. В землетрясениях и пожарах Разрывались старые шары планеты. Жизнь в глухих, От огромной скорбой, Дом Видео, А бурей, Риба и мэр, Солнце. Продолжение следует...